Всем доброе утро! И сейчас я буду завтракать. Как всегда, показываю в влоге свой завтрак. Сегодня это чай. Добавлю еще туда, как всегда, молочка. В такой вот кружечке с тедиком. Очень люблю кружки с тедами. И вот такой йогурт Данисима. Новиночка, которую я вам показывала. Новинка этого лета. Мне очень нравится. Такой с шариками. И моя любимая ложечка. Вот такая красивенная. Так что буду завтракать. Всем приятного аппетита! Девчонки, я вам уже рассказывала. То, что я решила еще заказать себе ложечки. Более большую для супчика или для каши. И еще одну красивую маленькую. В общем, опять Юлечка моя сделала красоту мне. В инстаграме я уже выкладывала ссылочку на Юлечку. Так что, если вы живете в Минске или в Беларуси, то к ней смело обращайтесь. Потому что качество очень хорошее. И вот такие вот красивые. Большая ложечка и маленькая. И вот тут еще такой презентик. И вот так вот вся эта красота выглядит поближе. Вот эта большая ложка. На ней... Вот такая вот красота. Такой пончик здесь. Стразинки такие. В общем, очень красиво смотрится. Мне вообще очень понравилось. И вторая тоже просто обалденная. Обалденный дизайн. Вот такой ягодка, макарончик. Тоже вот такая вот стразинка здесь красивая. Потрясающая. Вообще очень классная ложка. Мне очень она понравилась. Буду коллекционировать такие маленькие красивые ложечки. Вообще обалденно смотрится, конечно. Девчонки, пришла моя маленькая посылочка из Америки. Заказывала я вот одну пару трусиков таких. Ну, стандартные, как я всегда беру. Мне кажется, их много не бывает. Обычные такие вот стринги размерчика. Вот. И заказывала еще Лора Мерсье. Два продуктика. Это мини-версия бронзера и хайлайтера. Это такие совсем-совсем малюточки. Не знаю, сколько тут грамм, но они очень маленькие. Мини-версии продуктов. Хайлайтер стоил 25. И бронзер матовый стоил 20 долларов. И вот так вот они выглядят. Вот такой скульптор, я бы даже сказала, потому что он идет без блесток. Не знаю, видно. Вот видно. Очень классный такой холодный оттенок. Я думаю, что он будет очень крутой, потому что это достаточно популярная вещь сейчас у многих визажистов. Поэтому мне он очень понравился. Красивый, тем более за 20 долларов я решила заказать. И вот такой хайлайтер тоже от Лора Мерсье. Он очень в последнее время популярный. У него очень красивый оттенок. Такой очень теплый. Без такой, знаете, какой-то сильной золотинки. Очень натурально смотрится. И в то же время на вечерних макияжах. Он просто потрясающий. Тоже буду его тестить. Потом вам расскажу. Но вообще мини-версия это очень удобные. Такие выгодные покупки. То есть вы можете, чтобы не заказывать большие продукты. Вдруг вам там большие продукты не понравятся. Заказать вот такие миньки. И просто отлично будет все. Так что осталась я очень довольна своей маленькой такой посылочкой. Трущики стоят 13 долларов. Ну и, как эти я уже сказала, 25 и 20. Очень выгодная цена. Кстати, вот название бронзера. Он называется Dune. В оттенок Dune Bronzer. И вот такой хайлайтер в оттенке 1. От Lora Mercier. Вот это у нас название бронзера скульптора. И вот это название хайлайтера. Если кому-то это интересно. У нас сейчас вечер. И я очень рада, что сейчас я живу в доме. Рядом с которым есть магазин. То есть прямо из моего окна виден магазин. Вот тут разные магазины для детей. Цветочные, пиво. Там есть более большой внутри магазин. Парикмахерская. Вот, в общем, тут очень много всего. И за вот этим домом высоким. Еще есть Евроопт. Есть очень много кафе. Так что это очень удобно. Когда ты живешь. И прямо вот, да, в центре города. И вот возле тебя вот куча-куча всяких магазинов. Это безумно удобно. Банк вот тут дальше, если пройти. Вообще очень-очень классно. Девочки, сегодня хочу вам также рассказать в этом влоге о моих таких маст-хевах последних двух месяцев. Это белорусская косметика. Как вы знаете, белорусскую косметику я не особо жалую. Все-таки предпочитаю какие-то другие средства. Но некоторые средства меня очень сильно удивляют по своему качеству, по своей цене, по соотношению цена-качество. И сегодня я хочу вам о них рассказать. Это вот такие два средства из серии Белита Ян. Это единственное, что из этой серии как бы я еще пока успела попробовать. Они мне очень сильно нравятся. Значит, первое это бальзам для волос. Вот в такой баночке он находится. И также мицеллярная вода для снятия макияжа. Что хочу сказать. Бальзам для волос мне очень сильно понравился. Волосы после него очень-таки ухоженные. Достаточно классно расчесываются. Очень пластичные. Так что бальзам действительно мне очень понравился. И стоимость у него меньше двух долларов. Лично у нас здесь в Беларуси покупала я этот бальзам в торговом центре Рига. Прямо в продуктовом магазине. Там есть отдел с косметикой. И там достаточно много белорусских продуктов. И также еще вот это Белита Ян для молодой кожи мицеллярная вода. Она мне тоже очень сильно понравилась. Цена у нее очень бюджетная. Что-то полтора на доллара. Что-то такое. В общем, я благодарю Женечку Бончаренко за то, что она меня познакомила с этим продуктом. Женечка, привет тебе и большое спасибо. Потому что я этот продукт сейчас очень люблю. Это для меня лучшая мицеллярная вода. И она у меня очень, в принципе, расходуется нормально. И мне очень нравятся эти баночки. Они очень здорово выглядят. Очень радуют меня. Радует мой глазик. И качество потрясающее. В этой коллекции, я знаю, также есть крем для лица, крем для рук, для тела. Но, честно, я еще как бы их не пробовала. Просто потому что я их не видела. Я видела только крем для тела. Но кремов для тела у меня сейчас очень много. Особенно Victoria's Secret куча всего. Поэтому, конечно, пока я новое себе не покупаю. Чтобы все это дело у меня не скапливалось. Но это достаточно классные продукты. Поэтому обязательно с ними познакомьтесь. Я думаю, что вам понравится. Девчонки, меня в комментариях, в инстаграме очень просили, чтобы я показала средства, которыми я сейчас пользуюсь. И, конечно, с удовольствием я для вас это делаю. Большинство ухода моего сейчас это и Фраше, и мой незаменимый Шварцкоп Глискур. Сейчас я комбинирую два шампуня. Это и Фраше два шампунчика. Один, вот этот идет от перхоти, по-моему. Ну, просто мне очень нравится его такой аромат. Очень такой травяной. И вот этот тоже очень... По-моему, тоже он, кстати, идет от перхоти. Не знаю. Да, он тоже идет от перхоти. Это покупала моя мама. Мне они очень понравились. Они вообще очень классные. И волосы мои надолго остаются увлажненными с ними. Я могу долго не мыть голову. И это очень-очень важно. Потому что есть шампунь, с которым вы помыли голову. На следующий день у вас голова не очень такая хорошая. Дальше вот такой кондиционер. Мне он нравится. Хороший, но, правда, расходит лицо он очень быстро. И вот такой травяной спрей для классного расчесывания волос. Он мне тоже очень нравится. Он очень помогает. И вот такой спрей от Glisskur. Экстремальное восстановление. Вы знаете, мне иногда очень было раньше жалко денег на вот эти спреи. Потому что они стоят, да, не бюджетно. Но вы знаете, я заметила, что когда я их использую, у меня волосы в прекрасном состоянии. Они очень классно расчесываются. Они классно выглядят. Они более напитанные. Потому что все-таки я крашу волосы. И, соответственно, волосы иссушаются. Поэтому вот эти вещи. Вот не стоит на них экономить. Купить себе хорошие спреи, да. Разные направленности. Вот этот он все-таки действует на продолжительность цвета, на распутывание волос. Вот этот очень классно волосики питает, увлажняет, насыщает таким каким-то блеском за счет масел, да. Волосы очень блестящие. Поэтому советую вам тоже не экономить ваши денежки и все-таки не скупиться на спреи. Потому что это очень важная часть ухода. Когда я пользовалась Эвеном, Эвеновскими спреями, как бы вот без Glisskur, то я заметила, что мои волосы не были такими крутыми, как они сейчас. Поэтому все-таки сейчас, даже если я использую спре Эвен, я обязательно его комбинирую с Glisskur. Все-таки вот этот Glisskur – это незаменимая вещь. Я с ним уже очень много лет, наверное, лет 7. И я понимаю, что да, это самый крутой продукт для моих волос. И я не хочу его менять. И буду его обязательно-обязательно покупать. И также основной частью моего ухода, конечно же, являются масла. Без них никуда. И первое – это масло парашют. Это кокосовое масло. Я его очень люблю, именно эту марку, эту фирму. И покупаю я его в торговом центре «Галилео» в индийской лавке. Мне одна моя подписчица посоветовала эту лавку, потому что после кризиса они немножко пропали в тех местах, где я их раньше купала. Поэтому, если вы не знаете, где приобрести, то, пожалуйста, вот торговый центр «Галилео» в Минске на вокзале «Индийская лавочка». Очень классное масло кокосовое. Я думаю, что вы все знаете, что он очень классно для блондинок. Голосы очень питает, мягенькие, рассыпчатые. Очень его люблю. Дальше использую в последнее время вот такое масло «Мандарина». Вообще, мандариновое масло, оно очень классно воздействует на луковицы, и все цитрусы масла, они очень укрепляют волос. Поэтому, если вы хотите укрепление блеска, то обязательно используйте мандариновое масло. Также оно очень повышает настроение. Так что пару капель я обязательно в свою маску добавляю. Ну и также стандартное лепейное масло для волос я тоже использую. Использую на кончике чуть-чуть и на корни обязательно. На длину не использую. Лепейное масло очень классно мне помогает, когда кожа головы пересушена. Все-таки у меня сухие больше волосы, да. Поэтому очень классно меня спасает. Я не помню, рассказывала вам или нет об этом средстве. Это вот такое средство от Анна Латан. Вот так вот оно выглядит. Анна Латан – это профессиональная косметика, которую используют многие косметологи в хороших салонах. Это такой лазьон для проблемной кожи, который подсушивает. Подсушивает. Покупался он в Литве. Вот очень хорошая, классная вещь. Хорошая замена зенерито, например, или еще чему-то. Очень классно подсушивает. Все воспаления работают просто на огромную-огромную пятерку. Девчонки, сегодня коллекция моих наклеек для планирования и ежедневников пополнилась вот такими вот красивыми наклеечками. Сейчас вам покажу, чтобы не отсвечивала. С принцессами Дисней, которые я совершенно случайно увидела в книжном магазине. Мне они очень понравились. Стоили они всего лишь 3 тысячи белорусских рублей. Это всего лишь 0,25 центов. Это очень дешево. Правда, они маленькие, то есть их тут совсем мало. Это буквально принцесски, подарочек. Но очень такие симпатичные, красивые, классные наклеечки. Мне не очень-очень понравились. И я себе их решила прикупить. Мне кажется, они очень-очень милые, такие женственные. И очень украсят мой ежедневничек. Красота.